Сегодня мы с вами обсудим немножко 30-ю страницу трактата Псахим, и здесь основная тема это продолжение предыдущей судьи насчет битуль, когда перемешалось что-то в Песах. Хамец попал в еду в Песах. И, как вы уже слышали, у нас халаха, как Рава, здесь постановляет, что любое количество хамеца делают запрещенной всю пищу. Более того, обосновили основные решения, что даже запрещена бегана вся пища, не только что запрещено есть, но и запрещено иметь удовольствие. На самом деле, а почему Рава так постановилась? С чем это связано? Мы уже в предыдущем уроке обсуждали, что есть разница, по мнению Раби Гуды, между битуль, когда мин-би-мино, похожие виды перемешались, кошельно-некошельно, но одного типа, или разного вида. Ну, скажем, вино, которое яйнесах, запрещенное вино, перемешалось с другим вином. По Раби Гуде это вино будет навсегда запрещено все вместе, даже если процент некошельного вина очень маленький, меньше 1,6. И также в других законах мин-би-мино по Раби Гуде не ботель. Когда один и тот же вид перемешался, то это не боттл. И в Хамец в Песах некоторые из мудрецов считали, как Раби Гуде, что мин-би-мино лоботтл, а поэтому делаем гезерви на мин-шело-би-мино. Раз Хамец в Песах запрещен в любом количестве, если это перемешалось с чем-то похожим, с хлебным тоже с чем-то, что не Хамец, но похожее, то тогда должно быть запрещено и когда перемешалось с чем-то другим, потому что боимся, что перепутает, если разрешить один вариант, а не другой. Поэтому бимашеву запретили Хамец в Песах при любой смеси. На самом деле есть решение, которое постановлено как Раби Гуде и в других законах, что мин-би-мино не боттл. Так, кстати, Раши постановляют. Мин-би-мино лоботтл в отношении других видов пищи тоже. Если перемешалось два одного типа вида, то один в шестидесяти не помогает, все запрещено. Так вот, есть мнение других мудрецов, которые считают, что дело не в этом. Не потому мы постановляем, что в Песах любое количество Хамеца делают запрещенным всю смесь. Не потому, что мы боимся мнения Раби Гуды, а потому что Хамец в принципе строже. Человек все-таки привык есть к Хамец в течение года и легко запутаться. И вообще сама Тора очень строга с Хамецом. Например, запрещает держать его дома. По каким-то причинам мудрецы были строже в Хамец в Песах. Поэтому постановляет Рава, заключение нашей суги, вот уже на нашей странице на 30-й, что Халаха, что Хамец не боттель в сам Песах. Но вовсе не потому, что мы боимся мнения Раби Гуды. И согласно этому, в остальных вещах Халаха не как Раби Гуда. Только Хамец в Песах мы запрещаем всегда в любом количестве, если перемешался. Но интересно и поучительно отшито одного мудреца. Он даже был раньше Решонимом, это период Гаоним. Но вы знаете, есть разные периоды в нашей истории. Но есть периоды, когда более поздние мудрецы не спорили с более ранними. Например, Амурай с Танаем не спорили. После заключения Талмуда мудрецы уже не спорили с мудрецами Талмуда. Будь то Гаоним или Решоним, или Ахроним уже с мудрецами Талмуда не спорили. Но вот с другой стороны, среди Гаоним и Решоним нет такого четкого разделения, чтобы сказать, что Решоним никогда не спорили с Гаоним. Бывает, что Аллаха не как мнение какого-то Гаона, а как мнение какого-то Решона по тем или иным причинам. Тут разделение было не таким четким. Период Гаоним можно очень приблизительно считать 500 лет. От конца Талмуда, допустим, примерно 500-й год нашей эры, очень примерно, до примерно 1000-го года нашей эры. С этого примерно начинается Решоним. Последний из Гаоним был Рафаи Гаон. Он жил примерно на как раз стыке, по нееврейскому исчезнению, на стыке тысячелетий, переход во второе тысячелетие нашей эры. Это все очень примерно. Я здесь пропустил, кстати, Сабураев, которые были сразу после мудрецов Талмуда, но еще они немножко выше имеют статус, чем Гаоним. Может быть, какие-то их слова попали в нашу геморру. Я сейчас упрощаю. Можно примерно сказать, что период Гаоним 500 лет, период Решоним 500 лет и период Ахроним 500 лет. То есть, от 500-го года до 1000-го примерно это Гаоним, от 1000-го до 1500-го это примерно Решоним, а последние 500 лет это, соответственно, Ахроним, поздние мудрецы. Так вот, Ахроним обычно не спорят с Решоним. А Решоним спорили с Гаоним запросто. И в данном случае, вот как раз у нас есть мнение Гаона, Равахая Гаона, был такой Гаон, он написал Шиилту эту определенную книгу. Вообще, до нас дошло очень мало книг с временом Гаоним. В отличие от Решоним, Гаоним либо писали мало, либо всего было меньше. Они, в основном, были сосредоточены в двух ешивах в Бавилонии. Ешиве в Суре и Ешиве в Пумпадите. И вот один из Гаоним, который написал, даже не знаю, был ли он один из Гаоним самой Ешивы, но это сейчас не важно. Во всяком случае, один из Гаоним, который написал книгу по Талмуду и по законам, заключениям Талмуда, к нему есть комментарии какие-то. Например, самый важный комментарий Ницив написал свои комментарии к нему. Рабин Афтали и Гуда Цви Берлин, если вы слышали, глава Ешива Воложина в свое время. В общем, есть, значит, к нему комментарии, но он не так популярен. То есть, в большинстве снагогов вы даже не найдете его описание. В Гаоним как-то получилось, что почти 500 лет нашей истории почти ничего до нас не дошло, и даже то, что дошло, люди мало изучают. Мы гораздо больше изучаем Раши, который был почти в самом начале периода Решоним уже, в начале уже нашего тысячелетия, предыдущего тысячелетия. Даже, если считать по нееврейскому, уже началось третье тысячелетие. Я имею в виду, для простоты я использую нееврейское исчисление. Вообще, предпочтительно надо считать по еврейскому исчислению. Эти года имеют для нас реальный смысл. Но я сейчас даже для простоты просто так удобно получилось, что эти по 500 лет периоды легко запомнить. Что вот очень примерно получается 500, 500 и 500. И вот Раши, он был в начале уже периода Решоним, и его описание мы бесконечно изучаем практически все, и Талмуды, и Тору, только с Раши. И потом более поздний Решоним тоже очень много мы изучаем. А вот Гаоним, если вы спросите, даже Талмедей Хахами, мудрецов, которые всю жизнь изучали Тору, вряд ли они вам много могут процитировать от имени Равахая Гаона, или от имени Хилхаргтелот, другая книга времен Гаоним. Это даже в большинстве знакомых вы их не найдете, эти книги. Так вот, Равахая Гаон в данном случае постановляет как мягкое мнение, что даже в сам Песах, если перемешался Хамец с кошерной пищей, то 1 к 60 будет боттл. То есть меньше 1 к 60 перемешался, будет боттель. Можно все есть. И это удивительно, что это казалось бы, у нас же в Талмуде написано, что заключение Талмуда, что нельзя. На самом деле были другие гирсы в Талмуде тоже. Да, у нас слова Равы выглядят, что он хочет сказать, что любое количество Машиху, да, любое количество Хамеца делает некошерным. Но были гирсы, похоже, что не было слова Машиху. И во всяком случае Равахая Гаона так постановляет, и его цитирует Тур, и говорит, что все с ним поспорили, и что Халаха не как он. Но что интересно, я вам расскажу очень полезный случай, почему так важно знать разные мнения, когда можно бешать Атхак, может быть, положиться на великого мудреца, что был случай Рава Зильбера, я вам обещал вчера на предыдущем уроке, вот я сейчас это расскажу. Рава Зильбер, наверняка, большинству нас, русских евреев, русскоязычных евреев, нам хорошо известен этот человек, да, был один из наиболее известных русскоязычных раввинов того времени, да, вот после уже времен коммунистического строя, ну, социалистического, да, после революции большевиков. Фактически почти все раввины, кто смог, убежали из Советского Союза, некоторые были убиты. Было немало раввинов, которые еще тогда какое-то время были в Советском Союзе, например, Равы Хестель Абрамский, тоже очень известный раввин, Рамоша Файнстин, еще, и некоторые раввины были, которые какое-то время в начале Советского государства еще там находились. Но потом вскоре там практически раввинов уже не осталось. И тех, кто остались до нас, очень мало дошло от их. И был, например, один великий раввин, который написал первым же Кирюшауми, какой-то Рав Красильщиков написал комментарий Кирюшауми. Был даже Хасидский Рэби один, который тоже довольно долго еще жил в Советском Союзе. Но это было скорее исключение. В самом случае, один из известных раввинов, которые остались в Советском Союзе и прожили большую часть вот времени после прихода советской власти, это был, конечно, раввинов, как Зильбер. Сейчас он известен не только советским евреям, бывшим советским евреям. Сегодня он известный человек. Он уже умер, но его сын сейчас продолжает его дело, Шлита, Рав Бен Цензильбер. У них там и Толдот Ишурун, это их организация. Еще много у них в Москве тоже есть Ишива. В общем, я не буду вам рекламировать этих людей. Я думаю, что вы их хорошо знаете. Я гораздо меньше здесь, если что они. Так что это, если они меня разрекламируют, то будет хорошо, а не наоборот. Ну, как бы там ни было, Равицик Зильбер описывает свои истории. У него есть биографическая книга, автобиографическая книга. Он описывает, как он был в тюрьме. И там какой-то другой человек во время Песаха взял и своей ложкой, в которой он готовил кашу какую-то или что-то, что хамец. Я уже не помню детали истории, но главное сам смысл. Что он помешал этим, ту картошку, которую тот готовил рядом. Он пытался сварить картошку, а тот ему помешал, а у них другой еды не было. И он сам уже это не ел в течение Песаха, но другим евреям он это давал. И говорил, что можно положиться на Шиилтот в такой ситуации сложной. Шатат, Хагадоль. Эти евреи так с трудом согласились соблюдать законы пасхальные. Не есть хамец в Песах. И если им еще не дадут даже картошки, то что они будут есть? В общем, сам он с собой был строг, но для них положился на Шиилтот. Потому что, по мнению Шухонараха, получается, что вся пища стала некошерной. Если просто немножко попало хамец в этот котелок с картошкой, то уже ничего нельзя есть. И даже сам котелок стал некошерным. Но вот он положился на Шиилтот, что в основном случае один к 60 и там было. Поэтому для других людей он положился на Шиилтот. Поэтому так важно знать, какие существуют мнения, в каких случаях можно положить на мягкое мнение, когда очень большой шатат Хаг, как в данной ситуации. И если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк.